Парковая роза – посадка и уход в открытом грунте. Парковая роза относится к одной из больших групп садовых роз. Отличается от других разновидностей внешними признаками и особенностями выращивания. Парковый вид объединяет старинные розы, а также декоративные сорта культуренного шиповника. Выращивание парковых роз в открытом грунте. Парковая роза – кустарниковое растение, достигающее до 2,5-3 метров в высоту. Данная группа кустарников делится на два вида – цветущие и однократно цветущие по несколько раз за сезон. При выращивании однократно цветущих сортов очень важно сохранять прошлогодние побеги, иначе они не будут цвести. Парковая роза – это большая группа разновидностей к сведению. Парковую розу можно использовать для оформления живых изгородей, так как она растет как кустовые или плетистые виды на опорах. Популярные сорта этой разновидности. Сорта парковых роз начинают цвести раньше остальных видов и при этом очень активно. Цветки отличаются ярким окрасом и источают приятный сладкий аромат. Канадские парковые розы – такие сорта предназначены для выращивания в условиях прохладного климата. Растения способны выдержать похолодание до минус 35 градусов. Они замечательно развиваются в регионах средней полосы, но в южных областях им будет слишком жарко и они могут страдать от засухи. Джон Дэвис – высокорослый и пышный куст, достигающий 2-2,5 метра в высоту и 1,5 метра в ширину. Розовые цветки обладают классической формой и удивительным сладким ароматом. Период цветения стартует в начале лета и продолжается до самых холодов. Сорт Джон Дэвис – Джон Франклин – куст среднерослый и компактный, вырастает до 1,2 метра в высоту и 1 метр в ширину. Цветки махровые с бахромчатыми лепестками красного окраса. По внешнему виду напоминают гвоздики. Цветы расположены на побегах одиночно или в небольших соцветиях. Отличаются приятным легким ароматом. Обратите внимание, цветение длится в течение всего лета. Морден Санрайс – невысокий куст растения, может достигнуть 1 метр в высоту и 0,7 метра в ширину. Цветки оранжево-розовые средней величины – около 8 сантиметров в восточной долготеаметре. Сорт отличается высокой морозоустойчивостью. Морден Санрайс – прайри Джо и крупный розовый куст с зелеными побегами и многочисленной зеленой листвой. Стебли украшены большим количеством соцветия с трех-пяти махровых ароматных цветков. Сорт подходит для использования в оформлении живых изгородей. Английские парковые розы – это разновидность роз, отличается крупными до 12 сантиметров в диаметре цветками особой формы. Также садоводы отмечают необычайно красивое формирование кустов. Как правило, это раскидистая форма культуры, покрытая тяжелыми махровыми цветками с удивительным ароматом. Абрахам Дерби – цветки крупной классической чешевидной формы, которые обладают легким фруктовым ароматом. Расположены бутоны на кончиках стеблей в виде одного-трех цветоносов. Лепестки абрикосовые с розовой окантовкой. В холодную погоду окрас становится более ярким. Обратите внимание, сорт отличается двумя волнами цветения. Сорт Абрахам Дерби – Бенджамин Бритсен – куст сильный, но небольшого размера. Высоту вырастает до 1 метра. Цветение обильное. Крупные цветы имеют чешевидную форму, обладают фруктово-винным ароматом. Окрас ярко-красный с оранжевым отливом. Сорт устойчив к заболеваниям, нетребовательный к условиям произрастания. Вильям Шекспир 2000 сорт невосприимчив ко многим заболеваниям и вредителям. Розы густо-махровые ярко-красного цвета очень приятно пахнут. На каждом стебле одновременно распускается несколько бутонов. Они держатся на ветках до двух недель. При распускании цветы чешевидные, далее приобретают более плоскую форму. Вильям Шекспир 2000 Чиппендейл. Сорт Чиппендейл относится к группе шрабы. Обладает высокой морозоустойчивостью до минус 27 градусов. Куст мощный, селенорослый, компактный. Высота взрослого растения около 0,8-1,2 метра. Ширина 0,7-1 метр. На прямо стоячих гибких стеблях распускаются темно-зеленые плотные блестящие листья. Розы крупные, до 12 сантиметров восточной долготеаметре чешевидной формы с приятным сладким ароматом. Лепесточки махрового и ярко-оранжевого, абрикосового и нежно-розового окрасов. Все цветки собраны в небольшие соцветия из двух-дрех роз. Расположены они на самой верхушке стеблей. Другие сорта не менее популярны и другие разновидности парковых роз. Сорт Вестерленд гибридный куст вырастает около 1,5-2 метров в высоту. Обладает толстыми и мощными стеблями. Хорошо растет в небольшом затенении. Листва зеленого и оливкового окрасов и глянцевая. Бутоны оранжевые на цвет после раскрытия их окрас меняется, становясь розовым. На одном побеге одновременно может цвести 5-10 роз. Их размер 10 сантиметров восточной долготеаметре, форма чешообразная. Луис Адер куст высокорослый, может вырастать от 1,5 метров до 2-3 метра в высоту. Его ширина 2 метра. На стадии раскрытия цветок по виду напоминает пион. В фазе полного открытия приобретает форму блюдца. Цветение волнообразное. Розачки появляются в кистях до 5 штук. От такого количества цветков стебли начинают сгибаться в разные стороны. Их куст становится похож на фонтан из цветов. Важно! Сорт зацветает повторно в начале осени. Сорт Луис Адер Роза Чайна Таун. Кустик невысокий, вырастает до 0,9 метра в высоту. Густа блиственный. Листва темно-зеленая, глянцевая и плотная. Бутоны клеемово-желтого окраса с насыщенно-разовыми штрихами боковидной формы, а не заостренные на кончиках. Цветки крупные, до 8-10 сантиметров в восточной долготеаметре, желто-розовые, чашевидной формы, махровые и источают приятный аромат. Цветение обильное, непрерывное. Обратите внимание, даже произрастая на бедных почвах, сорт будет прекрасно себя чувствовать. Парковая роза, посадка и уход в открытом грунте. После выбора подходящего участка и почвы следует переходить к посадке розы. Сперва нужно подготовить лунки. В какое время осуществляется посадка парковые розы растут на улице, поэтому сажать их нужно в теплое время года. Начинать посадку кустов можно в мае и осуществлять ее до середины осени. Посадка черенков, выбор места, чтобы розы цвели долго и обильно, им нужно подобрать защищенный от ветра солнечный участок с плодородной воздухопроницаемой почвой. Не стоит сажать их в тени под высокими деревьями, так как цветение не будет обильным. Как подготовить почву и цветок для посадки, что касается почвы, то здесь парковая роза не слишком притязательна. Но чтобы растение быстро укоренилось и набралось сил, понадобится рыхлая земля. Обратите внимание, легкие почвы можно смешать с навозом, а к тяжелым грунтам добавить орф. Разведение парковых роз возможно с помощью саженцев. Подготовка саженца требуется, если у него открытая корневая система. Сначала его нужно оставить на 24 часа. Водей, затем вырезать листья и плохие корневые отростки. Надпочвенную часть растения надо срезать до 30 сантиметров. Почки, находящиеся под прививкой, необходимо тоже удалить. В конце следует обработать саженец 3% раствором железного купороса. Корни окунуть в смесь глина и коровяка. Пропорция 2-1. Процедура посадки Пошагово-пошаговая инструкция правильной посадки парковых роз. Сперва нужно вырыть яму 40 сантиметров восточной долготеаметры и 70 сантиметров глубину. Насыпать на дно дренаж битый кирпич, гальку, керамзит или глину, слоем до 7 сантиметров. Засыпать подготовленным грунтом. По центру лунки поместить саженец. Сверху насыпать обычной земли или специальной почвосмеси. Землю притоптать и полить примерно 15 литров воды на один куст. А куча саженца сухим торфом слоем до 20 сантиметров. Уход за растением. Уход и выращивание парковых роз в домашних условиях требует внимания от цветовода. Только в этом случае они вырастут красивыми и стойкими к разным болезням. Правила полива и влажность растения лучше переносит за сухо, чем слишком влажный грунт. Но для нормального развития необходимо обильно поливать кусты весной и летом. В этот период розы тратят много сил на розы цветения. Если стоит сухая летняя погода, поливать кусты нужно 2-3 раза в неделю. К сведению. Вода нужна розовым кустам во время роста, формирования бутонов и период цветения. Если ощущается ее нехватка, побеги перестают расти, начинают увядать цветки и мельчают, осыпаются листва. Полив розы требуется обильной подкормкой. Качество почвы весной до начала активной вегетации нужно внести под кусты азотные удобрения. В середине и конце лета калина фосфорная. Осенью до прихода заморозков необходимо еще раз удобрить перепревшим навозом. Розы предпочитают легкую глинистую землю с большим количеством гумуса. Если глинистая почва слишком тяжелая, ее можно улучшить, добавив торф или перепревший навоз. Обрезкой пересадкой весной до распускания почек нужно провести санитарную обрезку, удалить отмершие, обмороженные, сухие ветки, а также слабые внутренние. Осенью можно провести омолаживающую обрезку, старые стебли обрезать у основания земли, а также убрать нецветущие побеги и мелкую поросль. Обратите внимание, обрезка кустов – это простой процесс, удаляют заросшие побеги, придают им форму, обрезая на 0,5 см над глазком, чтобы тот не высох. Обрезка стеблей розы проводится осенью и весной, как цветут парковые розы, сколько раз за сезон. Парковая роза рано зацветает, и этот процесс продолжается до месяца, а у некоторых сортов и дольше. Расцветка бутонов очень многогранна, можно увидеть как нежно-белые цветочки, так и экземпляры глубокого фиолетового окраса. На ощупь бутон немного шершавый, махровый, а количество лепестков превышает 100 штатов. Этим не может похвастаться никакой другой сорт роз. Парковые розы условно делят на две большие группы, цветущие один раз, цветущие многократно. Как ухаживать во время и после цветения? В период цветения следует убирать отцветшие бутоны. По окончанию процесса нужно проводить обрезку стеблей. В сентябре рекомендуется на зиму убрать с побегов всю листву, пригнуть их к земле и закрепить. Далее укрыть кусты с панбондом, лапником. Открывать укрытие нужно только когда наступят первые дни весны. Болезни, вредители и способы борьбы с ними. Парковая роза часто страдает от мучнистой росы и сферотеки. В профилактических целях в начале весны следует опрыскать куст раствором железного купороса, а в период цветения – соответствующими препаратами. Из вредителей кусты беспокоят долгоносики для паутинной клещи листовертка. В случае их нашествия растения нужно будет опрыскать инсектицидами. Парковую розу можно выращивать в любом регионе, она везде сможет украсить любой сад, да и размножение таких видов – несложное дело. Вырастить их сможет даже новичок. Главное – ответственно подойти к выбору подходящего сорта и следовать всем правилам посадки и ухода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!